Добрый день, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на первой открытой встрече в рамках тура встречи с Александром Колбасовым. На этой встрече будут освещены первые проблемы номером 2011, связанные с долгами номером 2011. Второе будет рассмотрены перспективы развития ММА-2012. И третье – вам будет представлена уникальная возможность ознакомления с рабочим новым инвестиционным фондом. И перед этим разрешите представить вам организатора данной встречи – это доверенный лицосик и под телечием в роде Александр Колбасов. Координатор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Климов. И управляющий структурой ССФО – это Слатов Дмитрий. И ваш колокольный слуга – исполнитель-директор ССФО фонда «Империя тур» Валерий Амаров. Слово представляется Дмитрию Солокову. Всем привет, друзья! Я не буду многословен, я перейду, наверное, сразу к делу. Расскажу о нескольких интересных инструментах в нашей структуре. В частности, это школа десятников и отдел развития и рекламы. Текст достаточно сложный, поэтому наизусть не получилось. Извиняюсь. Одна из главных задач развития системы КММ-2012 – это подготовка грамотных руководителей. Именно опытные руководители, отлично знающие систему и понимающие ее идеологию, помогут справиться с трудностями и препятствиями, а также грамотно воспользоваться удачными моментами. Если все структуры подойдут к вопросу обучения и идеологии систематически, глубоко и с пониманием, то система КММ-2012 станет практически неизвестной, а скорость ее развития возрастет разы. Для решения данных задач в Российской Федерации создана школа десятников на базе специального подразделения в рамках структуры Северо-Запад. Главная задача школы – профессиональная подготовка начинающих десятников и повышение квалификации уже действующих руководителей всех уровней. Также школа занимается внедрением в структуре Северо-Запад системы добровольной сертификации десятников с помощью автоматизированного рейтинга и вручного учета личных достижений каждого руководителя. Обучение в школе происходит в три этапа. Есть базовый курс, продвинутый курс и курс для руководителей крупных структур. На базовом курсе изучаются основные материалы, которые должны знать каждый десятник. Идеология и принципы системы, работа в личных кабинетах, ведение учета десятки, контроль операций участников, помощь и ответные вопросы. На последнем занятии базового курса ученики школы составляют индивидуальную стратегию развития своей десятки, получают четкие практические шаги, что и как делать для привлечения первых участников и развития своей структуры. Продвинутый курс для руководителей, у которых уже есть 10 и более активных участников. Задача курса – внедрение системы управления делами, организация среды для эффективной деятельности, разработка индивидуальной стратегии развития десятки. При разработке стратегии повышенное внимание уделяется системе учета ключевых показателей. Все это помогает правильно планировать и оценивать акции рекламной кампании мероприятий для потенциальных участников. Также на продвинутом курсе прорабатываются такие важные моменты, как внутренние ограничения препятствий, умение работать с людьми, вести конструктивные переговоры и решать конфликтные ситуации. На курсе для руководителей структур рассматриваются правила построения крупных структур, выстраивания контроля и отчетности, вопросы стратегического развития, развития и управления ростом структуры. Прорабатывается внедрение системы обучения и контроля качества. Рассматриваются вопросы выстраивания идеологии и ее взаимодействия с действующими социально-информационными объектами. Для того, чтобы успешно работать с большим объемом учеников одновременно, в школе внедрен институт преподавателей. Руководитель и преподаватель школы готовят обучающие курсы и ведут занятия онлайн. При этом в каждой структуре студенты, которые проходят обучение, назначаются кураторы-проверяющие. Руководители с опытом не ниже тысячника готовы обучать и помогать студентам. Задача куратора – мотивировать и поддерживать студентов, проверять домашние задания и давать обратную связь ученикам по мере обучения. Таким образом, школа десятников может адаптироваться под практически любой поток учеников. Наша стратегическая задача – подойти к выпуску до тысячи руководителей за один поток обучения. Для реализации данной задачи с октября стартует специальный обучающий курс для учителей и кураторов системы. Если кураторы будут в каждой структуре, тогда обучение десятников будет по-настоящему масштабным. Вместе мы можем играть. Вся информация по вопросам обучения в школе доступна на нашем сайте – czfo.defis.ml.com в разделе «Школа десятников». По вопросам партнерства и обучения в нашей структуре обращайтесь к руководителю школы Евгению Забавникову. Я хочу здесь конкретизировать еще один момент. Обучение происходит без кросс-структурных переходов и в данном случае в обязательном порядке назначается в обучаемой структуре, то есть это не обязательно должен быть Северо-Запад, а проверяющий руководитель, то есть кто-то будет проверять домашнее задание. Обратите на это внимание, потому что мы своей структурой, своим ресурсом с этим не справимся. Вот такие вот есть требования. Дальше хочу рассказать об отделе развития рекламы. Хотел бы вам представить одну из веток структуры Новом Северо-Запад – отдел развития рекламы. Данное подразделение состоит из групп профессионалов из различных сфер от дизайна до видеопроизводства, объединенных в идее Сергея Пантелеевича Мавроди, работающих во благо системы ММН-2012, в целом и структуры Северо-Запад в частности. Данный отдел занимается продвижением системы ММН-2012 как в оффлайновом режиме, так и в интернет-пространстве. Оказывает комплексную техническую и информационную поддержку для руководителей различных уровней, снабжая их всеми ресурсами необходимыми для успешного развития их структур. В рамках подразделения находится сбор, обработка и структурирование опыта, накопленного за период ММН-2011, разработка новых стратегий и методов развития системы в соответствии с реальными сегодняшнего дня. Проводится разработка и создание рекламных и промо-материалов, а также медиа-контента. Специалисты отдела разрабатывают дизайн для печатной и промо-продукции. Снимаются фильмы и оригинальные видеоролики. Организовываются фотосессии для участников и руководителей. Проводится освещение всех крупных событий из мира ММН и жизни участников. Оказывается, помощь руководителям написания статей и отчетов об их акциях. На сегодняшний день отделом организовано более десятка различных акций и несколько крупных конференций по тематике ММН-2012 и дружественного проекта «Империя Тур». Также отдел активно занимается продвижением системы в социальных сетях. Постоянно растет численность группы ВКонтакте и Фейсбук, увеличивается количество подписчиков собственного канала Ютуб. Отдел тесно взаимодействует с сайтами www.mmrf.com, благодаря чему размещение новостей структуры происходит в кратчайшие сроки и о них узнает максимально широкая аудитория. На основе отдела работает конструкционный центр. И каждый из руководителей может задать интересующие его вопросы и получить подробный ряд развернутых ответов непосредственно под профессионалом. Среди руководителей отдела присутствуют такие специалисты, как копирайтеры, фотографы, видеооператоры, графические, веб-дизайнеры, ревент-менеджеры, специалисты по созданию сайтов и интернет-продвижения, а также специалисты по биар-рекламе. Благодаря совместным усилиям и слаженной работе всех участников, отделу удалось сконцентрировать в едином центре все знания и навыки, необходимые для развития системы, сплотив команды профессионалов, способных вести крупные проекты и организовывать их эффективные менеджеры. Все это позволило увеличить общую производительность труда и способствовать минимизации временных и финансовых расходов. На сегодняшний день подразделения показывают наибольшую динамику по притоку средств среди других структур, а также занимают ведущие позиции по общей численности участников. Заинтересованность работы в данном общесистемном русле мы ждем с новыми идеями и призываем к кооперации. После конференции у вас будет возможность подойти, вот здесь есть буклетик, ознакомиться. На нашем сайте сейчас выложено много информации. Пожалуйста, обращайтесь, пользуйтесь исходниками вам, любыми материалами. Если нужны какие-то советы, обращайтесь к нашим ребятам. Безвозмездно и бесплатно это все предоставляется. Так, я на этом, наверное, закончу свою речь. Передам слово Сергею Климову. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Рад приветствовать вас на нашей конференции. Как вы, наверное, знаете, у нас первая конференция в рамках нашего совместного турне с Александром Колбасовым. У нас конференции пройдут в 10 городах. После Москвы мы выезжаем в Ниженовгород и далее по Уралу едем. Также хочу поблагодарить в помощь в организации этого мероприятия представителей структуры МОМ «Северо-Запад» Ольга и Антон. Ольга, задайте, пожалуйста, чтобы вас все видели. Также по всем вопросам можете не обращаться. Контакты можете у них после конференции взять. Спасибо вам большое. Давайте перейдем сразу к самому наболевшему моменту по системе – это проблема долгов по 2011 системе. И что же у нас в итоге случилось? Почему система ММ-2011 в какой-то момент прекратила свое существование и реструктуризировала систему ММ-2012? Система в 2011 активно развивалась, как вы все знаете. Думаю, что многие из вас были ее участниками и руководителями. И в какой-то момент вот это все явление, которое представляло для себя не просто финансовую пирамиду, а уже имело место как социальное явление, то есть это была социальная и финансовая сеть. Начало представлять уже, как писалось в СМИ, системную угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Соответственно, при использовании мощнейшего административного ресурса началось информационное давление на систему, чтобы вызвать панику среди ее участников. То есть, начало мы все с вами помним вместе, это была и Сергей Контеевич Мавроди в марте 2012 года. По различной публикации, передачи по центральным федеральным каналам, публикации в газетах, в интернет, СМИ и так далее. Соответственно, ни одна организация, в том числе финансовая, это будь то банк, какая-то страховая компания, не выдержала бы такой информационной атаки. И то, что система после начала этой войны против нас, которая нам была объявлена, продлежалась три месяца, это, я считаю, очень большое наше с вами достижение. Соответственно, случилось то, что случилось, да, и в рамках антикризисной программы системы, значит, была проведена реструктуризация в МММ-2012. Значит, система, после этой системы осталось большое количество долгов, от которых, я скажу, призаметит, никто не отказывается. От этих долгов, они есть, они все помнят. Соответственно, какие выходы сложились в ситуации сейчас имеются? МММ-2012 – это именно тот инструмент, который был создан для возврата долгов по 2011 системе. Соответственно, вот за последние три месяца, то есть июнь и август, проводилась большая работа в контрольной ревизионного отдела совместно со всеми руководителями всех структур, начиная у десятников, собирались объективные данные о долгах, реквизиты, контакты участников. Все эти данные проверялись, собирались воедино и вырабатывалось алгоритм возврата долгов. Об этом есть очень много информации, если вы читаете новости это последний раз от администрации, если не ошибаюсь, на 28 августа. Там как раз был алгоритм последний возврата долгов. По одной системе вы можете почитать, информация-то есть, да? То есть, соответственно, сейчас мы пошли активно возвратами долгов, об этом уже выложены много информации, видеороликов, писем, фотографий и так далее. То есть, выплаты до долгов идёт, идёт довольно активно. И с каждым месяцем она будет только увеличивать тот объём денег, который будет идти на возврат долгов по одиннадцатой системе. Почему? Ну, как вы и читали изначально, да? То есть, план как выбор Сергей Бантелеевич, то, что 10% от денег, которые поступают в эту 2012 систему, они идут на погашение долгов по одиннадцати. Поскольку система ММ-2012 отлично развивается, то есть, сейчас динамика за последние три месяца анализ проводился, динамика развития, превышает динамику развития ММ-2011 в её, скажем так, золотое время, декабрь или февраль 2011-2012 года, когда был один из пиковых моментов в её развитии. То есть, всё хорошо, и, соответственно, эти 10% поступающих денег системы, они с каждым месяцем, и их становится всё больше. Это 10%, которые были в июне, 10%, которые у вас будут в сентябре, это уже две разные вещи. Соответственно, выплаты идут. Также, какие механизмы ещё есть, да? Все, наверное, слышали о кассах возврата. То есть, кассах возврата, то, что было разработано на Украине, и с Украины этот механизм возврата долгов, который пришёл на Россию, что сейчас функционируют несколько кассов возврата, они все одобрили Сергеем Бантелеевичем, то есть, это не раскольники, об этом написано на сайте, можете зайти почитать. Также, вот, недавно одна из таких касс запустилась в нашей структуре, в МОМ-Северо-Запад, СЗФО. А информацию о ней вы также можете найти на нашем сайте с СЗФО-МОМО.COM и на Сергей Мавродиев.COM в списке кассов возврата по 2011 системе. То есть, алгоритм там долго рассказать не буду, да? То есть, можете сами посмотреть там видео, там очень неплохой есть ролик Парышева с Украины, одного из разработчиков кассов возврата, и письменный механизм там есть. То есть, известный способ, который может многие платчики вернули себе деньги по 11 системе. А вот так же, как бы, да, вот хочется что-то сказать, да? То есть, можно ждать там, чтобы ждать там, когда вам или вашим платчикам дадут деньги по 11, вернут долги там, с помощью второй и так далее, да? Это один вариант, такая пассивная позиция. Здесь позиция активная, да? То есть, вот этот механизм МН-2012 сам по себе, да? Одной задачей, которая является возврат вкладов по 2011 системе, да? Которым пользуются таковая руководитель, тогда можно, наверное, понимать, то, что никакого, там, верку фонда для возврата денег, там, какой-то там, заначки, там, с инфляционного фонда, офшора его нету, да? То есть, деньги надо откуда же брать, чтобы возвращать из воздуха, они не берутся. То есть, берутся, они, собственно, откуда. То есть, одно место есть 2012-е. И все на громую зависит от ее развития. Соответственно, также можете пользоваться, да? То есть, все мы прекрасно понимаем то, что система МН-2011 со всеми, там, Эминусами, о которых я расскажу позже, да, и от 1000 МН-2011, то это МН-2012, а она проработала полтора года, да, там, чуть меньше, там, один, там, пять месяцев, полгода. Соответственно, тоже она проработала там еще, как минимум, там, какое-то, там, время, да? Ни у кого сомнений нет. Соответственно, да? Можно сделать также вклад на те же, там, три месяца, да? Три, семьдесят два раза идет увеличение. Так же, как пострадавший под величьей 11, вы имеете возможность указать себя репером, снова себе блог, через 20 процентов 20-го вклада. Таким образом, там, не сложно посчитать, потому что, например, если у вас, там, было 100 тысяч рублей в блог по 1 системе, то есть достаточно вложить, там, чуть более 20 тысяч на три месяца, и свой вкладывать в 2 тысячу 1 систему, вернуть. Не хотите вы принципиально участвовать, там, в 12 системе, вкладывать деньги, есть возможность привлекать участников, получать те же самые реферальные, 20 процентов, которых никто не отменял, и, вот, те участники, которые заняли активно платить, я уже знаю многих из участников, которые свои деньги таким образом уже вернули, и уже бьюсь, и активно участвуют, многие же стали десятниками, справились идеи МММ. Так что, вот, вкратце, по 11 ситуация такая. Ну, я, на самом деле, мой прогноз личный, да, это то, что до конца года, как минимум, там, основную часть долгов по 11 и система сможет закрыть. Вот. Так же, по, вот, отличие от 12 от 11, да, надо понимать, то, что 11 у нас такая, то, что, как в первом блинку, немножко неправильно будет так сказать, но, тем не менее, мы определили минусы в ней, такие, как, то есть, возможность административного давления на систему в последствии того, то, что все деньги, как вы знаете, размещались на счетах десятников, таким образом, да, ну, не то, что это было законно, так, давление на десятники, как вы знаете, там, пытались вести, там, уголовные дела, там, были заявления, там, в прокуратуре, милиция, все это было, и во всех регионах, в Санкт-Петербурге, было, там, ни одной из них без заявлений, тогда, как вам правильно было, и прокуратура, более 25 заявлений. на руководитель системы МНМ, ни по одному из них не было заведено уголовное дело, то есть, были отказы по, отказу на виду отсутствия состава преступления, но, как бы, вот, подкопаться, называться было можно, только деньги переводились на еще десятника. Теперь, в РУМН 2012, все деньги хранятся на личном счету участника, то есть, переводят он их к другому участнику, опять же, да, можно связаться с участником, связаться с его руководителем, понимать, что деньги идут куда-то там, да, кому-то там в карман, они тому, действительно, идут на помощь другому участнику, как-то указано в правилах, и вообще по самой сути системы МНМ. что, опять-таки, исключает факторы воровства, которые, ну, что греха таить, оно в системе МНМ-21, оно было, конечно, да, потому что, зачастую, да, в руководительной системе остановились случайные виды, как это происходило, да, то есть, человек просто, который раньше регистрировался в системе, как правильно, в весной 2011-го года, подписывал под себя, пускай, грамотных людей, которые просто двигали его наверх, таким образом, человек становился миллистичником, статичником, миллионником, исключительно из-за того, что он пришел в систему раньше, но это абсолютно не означало то, что он мог саморазвиться и дорасти до грамотного руководителя, руководить своей структурой, потому что руководство крупной структуры в системе, да, это, в принципе, сродни довольно высокого менеджмента, потому что представляем все обороты по одной системе, там, например, руководитель в уровне миллионов, как минимум, с несколькими миллионов рублей и ежемесячно обороты, да, это крупный оборот, это даже довольно серьезные компании. Соответственно, в мае 2012, вот, этот ряд минусов, он был убран, система должна работать намного более стабильно, у нее нет никаких сомнений, потому что у нее, ее ждать очень большой будущей, она будет долго работать. Опять же, вот, на этой митере, говорим по поводу подготовки руководителей, десятников, что очень важно, да, для системы и для ее развития, чем мы активно занимаемся, то есть, мы действительно, этот курс по школе десятников разрабатывался всем руководительским составом нормам Северо-Запад, наверное, в нашей структуре в одной системе, действительно, в одной из самых крупных характеристых структурговой системе, у нас центр был Санкт-Петербург и Северо-Западный регион, но наши представители были, наверное, практически во всех городах, как в России, так и Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, и дальнего зарубежья, там США, Германии, Италии, там всех стран, честно говоря, не вспомнились. То Доминикану было, да, Доминикану, собственно говоря, часто в новостях видели, фотоотчеты и видеоотчеты под парнями, там, аэромобиль и так далее, где была наша ячейка «Доминиканская сборка», которая весьма спешит, там развивалась. Вообще, там, интересно, это был опыт работы по каждому зарубежью. Соответственно, одна из наших главных задач является подготовка грабанных десятников, и когда мы занимались отбором руководителей по 12 системам, у нас был очень жесткий отбор, и далеко не все, там, десятники, сотники, тысячники, там, и выше даже, да, не прошли этот отбор, и они стали руководителем на 12 системе в нашей структуре. Вкратце, на этом я, наверное, закончу. Будут много вопросов, на которые мы совместно с Александром Дмитрием Валерьевым ответим. Хочу еще дать слово одному из наших руководителей по Москве, Сергею Глухову, можно же тебя позвать на трибуну. Вы, может, многие видели, в новостях висит такой проект, это наш проект, поселок ММ. Вы, наверное, пару слов расскажете, что это такое, и небольшое анонс этого проекта, который ведет. Куннобочку нажми. Всем здравствуйте, меня зовут Сергей, я являюсь руководителем ячейки Северо-Запад в Москве. Я работаю по Москве не один, вместе со мной работают еще Ольга и Антон, они занимались непосредственно организацией этой конференции, вот, еще раз большое спасибо за это. И, собственно, о чем хотел вам сказать? Как вам всем известно, сейчас у нас система уже перешла немножко на другой уровень, давление есть, но работа, она стала тише, потому что все она знают, мы все знаем, что оно существует, и, соответственно, от этого факта уже не отвертятся. И это уже не по того уровня, когда люди вкладывают деньги, чтобы извлечь какую-то прибыль. совершенно разные истории могут случаться, когда им нужны деньги. Сейчас уже второй этап, сейчас бизнес напрямую взаимодействует с системой. И этот рынок не развит у нас в стране, поэтому предложение такого рода по инвестпроектам совместным. Совместный инвестпроект, он чем отличается от обычного инвестпроекта, здесь участвует третья сторона, помимо инвестора, соответственно, самой площадки в этом сегменте, есть еще и потребитель. Вот потребитель в этом отношении всегда выигрывает, потому что он не платит никаких денег, он не берет на себя какие-либо обязательства, без него они не берутся, он может просто пользоваться той площадкой, которая предоставляется. Ну, больше конкретики. Значит, совершенно недавно, ну, около двух месяцев назад, у нас появилась прекрасная возможность реализовать инвестиционный проект, который касается земли. И, ну, возможно, это будет звучать громко, но теперь в клаве в ваш МММ подкреплены землями. Все, наверное, слышали там этот лозунг в фильме «Парамеды». Так вот, теперь это реально. О чем речь? У нас, точнее, в нашей системе существует договоренность с собственником земли в Тульской области. Вот. Мы эту тему хотим расширить, возможно, даже доберемся до зарубежья и до других регионов России, но пока там происходит история в Туле. Соответственно, это экологический чистый район, это 100 км от МКАД по трассе федерального значения М2 Крым, 60 минут езды на электричке от Павелецкого вокзала. И, соответственно, что мы можем вам предложить? Делая вклад в систему на разных условиях месяц, три, шесть, на разные суммы, вы можете совершенно бесплатно и гарантированно получить одиннадцать соток земли. Земля на значение ЛПХ, это значит, что там возможно постройка дома, это земля поселений, там можно построить, зарегистрироваться и даже вести свое мелкоподсобное хозяйство, включая бизнес. То есть, там поставить лесопилку, магазин, не знаю, там, все что угодно. Налоговую нагрузку обеспечивает Федеральный закон о развитии села. Соответственно, налогообложение на данной земле ниже в десять раз, в отличие от земляного значения ЖЭС. Земляного значения ЖЭС это всякого рода коттеджные поселки, дачные, садовые товарищества. Горее детально. Любой участник, сделавший вклад в МОН-2012, на сумму от 450 тысяч рублей на месяц, гарантированно получает к сроку разморозки вклада 11 соток земли. Делая вклад на три месяца на сумму от 350 тысяч рублей, он тоже получает один соток земли спустя три месяца. Ну и, соответственно, на шесть это вклад на 150. Условия более конкретные, детальные. У нас, соответственно, нужна регистрация. Если вы уже участники системы, руководителя, ко мне очень много разных людей обращаются, из других структур, из нашей, не распространяется иметь несколько личных кабинетов для участия в этой акции. То есть, вы можете отдельно зарегистрироваться, указав там новый ретерный адрес, мобильный телефон и принимать участие. просто отдельно мою карточку заведете, и все. И там будут хранятся ваши деньги, востребования. Соответственно, в конце разморозки вклада появятся деньги. Вот. И, соответственно, земля. Регистрируется в собственность, через кадастровую палату, получает сертификат, все легально, все работает, всем все платится. Теперь еще есть возможность получить деньги. просто так. У нас в собственности порядка 50 гектаров земли. Вот. Вся инфраструктура там есть. Это не просто там поле на отшибе, в заполочной местности. Нет. Там существует поселок, там живут люди, там возможно регистрация, там есть все социальные объекты, которые нужны для инфраструктуры. Выделены технические условия для газификации участков. Уже проведены, значит, уже стоят адаптеры для питания там. То есть, все полностью электрифицировано. Также там есть лес, речка, на поле присутствует вода, можно поставить скважину. Вот. Ну, в общем, это достаточно значимый такой проект. И это, ну, я вам говорю, не какое-то там поле заполоченное. Мне там часто задают вопросы, мол, чем вы тут занимаетесь, там, какое-то ерунда, в тюхилете нет. Это не так. Оценочная стоимость сотки земли, по данным Сверхбанка, 40 тысяч рублей. Средняя рыночная стоимость одной сотки 30 тысяч рублей. Вот. Для участников системы это бесплатно. Поэтому, если хотите, то Тульская область, Заводский район. так как у нас граница Москвы расширена, теперь, расстояние от участков до Нового Москвы порядка 40 километров. Это привлекательная инвестиционная зона, и цены на землю и недвижимость в данном регионе будут с каждым годом только расти. Там у нас теперь строится депутатский и парламентский комплекс, поэтому земля получит дилетный статус. Если что, то новость размещена на сайте, закреплена. Там у нас появился новый раздел, теперь постоянные новости. Вот вы там можете увидеть закрепленную новость с поселок Амаман. Вот. Заходите, там все мои контакты имеются. Связывайтесь, план участков уже есть. первые владельцы сертификатов, поэтому пишите, звоните. Буду рад. Да, вы можете все вопросы по поселку Амам задать после конференции. Соответственно, новость об этом висит в остальном блоке новостей на сайте Сергея Мавроди. Там также указываются контакты. Можете подробнее прочитать, что это и где это. Да, там, где там вся подробная информация выложена. Вот. Также перед тем, как я передам слово Александру Колбасову, потому что пару слов хочется сказать. А вот сейчас, да, у нас по 12 системе. Такой период был первые три месяца. Июнь, июль, август. Период становления довольно сложный. Благодаря проблемам. Технические проблемы с ним, Александр Галкан. Нам всем не привыкать еще с один системы, да. Там, паника среди участников. Не выдерживали нервные руководители. Но сейчас уже все это у нас миновало. Все вот, все лишнее у нас отошло. И уже ни у кого не вызывается мнение, что наш вот самолет с названием МММ, он уже оторвался от земли, взлетел. И полет у нас нормальный. И все у нас хорошо. И дальше будет только лучше. Мы активно развиваемся. И идем только вперед. Вот. Теперь перед нам слово Александр Колбасову. Он там пару слов поводу МММ расскажет. Также вот о новых, значит, иностранных проектах, в которых мы, как структура МММ, принимаем активное участие. Александр Колбасову. Александр Колбасову. Я хочу поприветствовать вас на сегодняшней конференции. То есть мы подобные встречи проводим уже достаточно продолжительное время. То есть и на территории Украины, и на территории России. Теперь у нас новые поездки. То есть цель этих встреч заключается улучшить и оптимизировать работу системы МММ-2012 и также найти выходы и подобрать наиболее оптимальное решение по закрытию долгов по агентстве системы. То есть на данный момент система МММ-2012 представляет два инструмента. Первый инструмент – это структурно идет повышение долгов в размере 10% под объемом поступлений ежемесячно. Дополнительно созданы несколько касс-возвратов по территориальному принципу, в которых можно поучаствовать и, благодаря этим кассам возврата, досрочно получить в полном объеме плюс 10% свои вклады. Кроме того, различные структуры производят акции. Например, также в структуре Северо-Западного федерального округа проводили акцию, когда руководители свои бонусные денежные средства обналичивали и эти денежные средства выделяли на горячие выплаты. То есть самые моменты, которые нуждаются в быстром погашении, то есть структуры Северо-Западного руководителя, жертвовали своими бонусными, своими реферальными для погашения наиболее проблематичной ситуации. Это касается непосредственно уже 12-й системы. Соответственно, хочется добавить, что в приоритете по выкладам стоят те люди, которые активно участвуют в 12-й системе, потому что никаких выплат и никаких денежных средств, кроме как из 12-й, ниоткуда взяться не может. То есть весь объем, который сейчас идет на погашение долгов, он берется полностью из 12-й системы. То есть чем наиболее активно человек принимает участие, чем больше идет развитие и увеличивается динамик в 12-й системе, тем, соответственно, быстрее наступят выплаты и в приоритете окажутся эти участники, кто бы участвовал в 11-й и обойдется на определенные финансовые потери. Значит, сразу хочется еще вдобавок отметить, что в отличие от банкротства, в отличие от краха, система 2011 реструктуризировалась, то есть она за собой сохранила все обязательства по выплатам, хотя по законам могла этого не делать, поскольку все участники были предупреждены о том, что в любой момент все можно потерять и никаких здесь нет гарантий. Тем не менее, система МНС-2012 сохраняет за собой обязательства по выплатам. Эти обязательства она берет на себя на неограниченное время, то есть по мере поступления денежных средств будет идти погашение долгов. Соответственно, я думаю, что можно будет сейчас зафиксировать, если есть здесь руководители, участники, у которых есть определенные юридические трудности, связанные с системой, то есть есть случаи, когда участники пишут заявление в полицию, прокуратуру, то есть таким участникам сразу выплаты приостановлены, то есть таким участникам предполагают в черный список и выплачивают им не будет. Те, кто пишут заявление в полицию, в прокуратуру. Соответственно, все эти участники, наша юридическая служба помогает руководителям обжаловать все эти решения. Более того, сейчас введена уголовная статья по кривике, и мы уже подаем регрессивный иск на тех, кто обращается в правоохранительные органы на наших руководителей, и по регрессивному иску просим привлекать по статье гребета, поскольку порочат честь и достоинство наших руководителей. Кроме того, на территории Украины уже создана политическая партия МММ, точно так же сейчас идет процесс создания политической партии в России, сейчас проходят региональные партийные конференции о учреждении местных партийных организаций. То есть такая конференция была проведена в Москве. На этой конференции был выбран председателем московской партийной организации Анри Ким. Значит, примерно 15-16 сентября пройдет конференция «Обчероссийская в Курске», то есть будет «Обчероссийские съезды». На этом «Обчероссийском съезде» уже будет выделен кандидат на пост председателя партии. И в партии будут, в принципе, три основные функции. Ну, прежде всего, цель создания партии, естественно, является объединение людей по общественно-политическому мировоззрению. Второй пункт создания партии — это защита интересов сторонников Сергея Претилевича Маврова и защита честные достоинства. То есть политические партии, как юридическое лицо, уже имеет право официально обращаться в суд, если кто-то из средств массовой информации или кто-то из общественных политических деятелей позволит себе нецензурные высказывания в адрес наших участников и наших руководителей. И третья функция партийная — это заключается в введении хозяйственной деятельности, то есть аренду офисов, набор персонала и прочее. Также на базе партии будут сформированы группы, которые будут помогать продвигать систему уже на более высоком качественном уровне. То есть эти группы будут проводить презентации системы, будут повышать уровень квалификации обслуживания десятников, сотников, то есть разработанные программы и методики, по которым будет проводиться обучение. В принципе, основные направления я озвучил. Я думаю, что сейчас еще второе выступление, мы перейдем к блоку «Вопросы и ответы». Пока следующий спитер будет говорить, я напишу почту нашей юридической службы, то есть по всем вопросам юридическим, относящимся к системе, вы можете обратиться туда и в течение 24 часов с вами свяжутся и дадут юридическую консультацию. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые друзья. Почему друзья? Потому что в первую очередь в системе РММ, в общем, 11-12 являемся кем? Консультантами и поможем друг другу. В первую очередь. Руководители, участников, десятников можно, грубо говоря, забыть. Потому что мы просто меняем мир, мы даем возможность. Правильно сейчас сказать на самый спикер, я не знаю, что да, дается возможность, мы сейчас этим и политическую сторону со всех сторон развиваемся, но вы прекрасно сейчас слышали, что есть процент у нас этой системы, да, выплачивается куда? В 11-ю. Но как бы с рекламой? Вопрос. Если раньше мы уделяли деньги для денежных средств на рекламу, и почему если стоит вещь 10 рублей, мы на нее давать 20, 30 или 50. Как ведь в этой ситуации? В Минопарке мы тоже посидели, подумали и создали три проекта, которые на данный момент не требуют вообще ни копейки затрат на систему абсолютно. Первый из них – это холодные звонки. Как раз это и является школой десятников для всех будущих руководителей или новых десятников, которые вступают в нашу систему. О чем идет речь? Вот, например, в нашей структуре, не только в нашей, но и в других мостовских офисах, мы сейчас заряжаем все офисы полностью холодные звонки. Берется, соответственно, база со 100 точков. Никакая это не банковская база, ничего абсолютно. Вот просто написано имя Сергей, у него есть там какая-то сумма денег, сегодня, завтра, либо завтра у него будет денежные средства. Мы звоним, никто никого не разводит, просто мы предлагаем возможность также поучаствовать. Кто-то это называет пассивным доходом, кто-то это называет просто поддержкой, помощью, благотворительностью. Он мне говорит, денег не надо. Вот один сказал мне, денег не надо, я ничего не хочу. А вы готовы помочь? Вы когда-нибудь вообще помогали? А вы знаете, что ИМА теперь идет еще в политическую сторону. А вы знаете, что ИМА занимается в большей степени там, помощью, благотворительностью и так далее. Нет, не знал. И вот вопрос прямо мой десятник задает. Не подскажете, что вы услышали про ИМА? Да что я мог услышать? Я только негатив услышал. Вот если вам задать вопрос, что вы скажете? Практически негатив, если не были бы ИМА. Так же любой абсолютно человек. Вот сейчас нас есть, скажем, 100-200 человек опять же. Если привезти 500 человек сюда абсолютно с улицы, они все практически будут с негативом. Почти все. Потому что они связывали свой МММ с чем? С мечтой. А это очень плохая надежда. Нельзя никогда связывать свои свободные средства с той мечтой, которая должна была реализоваться. Мы не говорим про прошедшее, мы говорим про будущее. И так вот, к примеру, еще один из примеров. Я еще раз говорю, это холодные звонки. Люди сидят, они обучаются. Они также профессионально начинают вести презентации. Они ломают свой языковой карьер. Им есть что сказать, по-моему того, что, ой, Славик, не поскажешь, что там? Да там круто. Вот сегодня мне Павел сидит и говорит, Вишан, я сегодня говорю по-другому. Я говорю, что сегодня финансовая сеть, которая у нас разработана, это глопально даться за им помощь. Потому что она дает вот такую, 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 такую возможность. Как минимум 10. Вот это, я понимаю, школа десятников. Так же можно учесть при этом. Так же смс-информирование. Мы так же защищаем систему от того, что было в 11-й. Помните прекрасно, когда смена начала давить, что происходило? Паника, нервы, десятники, многие выходили на связь. Сейчас создается смс-информирование, полностью уведомление. То есть каждый день у вас телефон будет в Москве, в любом абсолютно городе. Не будет интернета. На смс, на телефон будет приходить смс ежедневно. А самые важные новости с официальным сайтом обороте. Это возможно повышение курса. Предположим, если СМИ что-то пишет про нас. Это где-то статью, это где-то политическую часть поддержать. Это где-то, вот сейчас про проект расскажу. Там где-то, да, опять же, помочь и что-то еще сделать. Группы пропить. Там много всего. Сайт не работает. Поддержка? Поддержка. Тоже ничего не требует. Абсолютно никаких затрат. И третье. Вот только сейчас говорить о поселке. Это замечательная идея. Ну вот, мы пошли еще дальше и решили, что сделать. У кого основные денежные средства вообще во всем этом мире? От вопросов. Давайте подумаем вместе. Все правильно абсолютно. И что нужно делать для того, чтобы вы могли друг другу помогать? Ведь если я человеку позвоню, сегодня по холодному звонку и скажу, «Давайте я за вас соглашу». Что он мне скажет ответ? «Ой, знаете, оставьте свои там 100 рублей и уходите. Не трогайте меня абсолютно. Мне некогда говорить». Именно поэтому мы начинаем завязать в бизнес и разработали специальную программу в бизнес-партнерство. О чем идет речь? Неважно, сегодня это кафе может быть, завтра магазины, автомойки, да все что угодно, без заголовки. Огромное количество сейчас бизнесменов хотят с нами сотрудничать. Вот самый простой пример. Давайте возьмем, к примеру, что у Павла или, скажем, у Геннадии есть автомойка. В день приезжают около 50 автомобилей помыть машину. Правильно? Мы сотрудничаем с этой компанией, соответственно, и если в месяц проходит, скажем, около полутора тысяч человек в этом помещении, то он выделяет абсолютно любую сумму. 30 тысяч рублей, 50, 100, 200. Неважно, какая сумма абсолютно, она важна только для него. В чем фишка? В том, что… Так, друзья, смотрите, на самом деле все очень просто. Сегодня буквально подписал еще два контракта с двумя магазинами, это сеть целых магазинов. Сейчас пробуем, буквально через два месяца вся сеть магазинов будет к нам крупный торговый центр. Это и европейский, и, скажем, Калужский, и так далее. О чем идти третий? Вот, предположим, у нас есть автомойка. И человек говорит, Дальшан, ну хорошо, я буквально там общался, руководство ММТ-12. Дальшан, ну хорошо, мы приезжаем, начинаем разводить банкиров, не знаю, там, бизнесменов, да нет, им дают так же возможность, и при этом пристем еще мы думаем, взять их к нам подобегу или нет. О чем идет третий? Вот, предположим, человеком 50 человек, 50 человек проходит, да, в автомойке. Это будет, может быть, магазин, все что угодно. После всего бизнес-плана, нам бизнесменов, Дальшан, я когда вы выделили 100 тысяч рублей, которые я могу потратить на рекламу, на все что угодно абсолютно, а нам надо ничего не принести. Он выделяет нам около 100 тысяч рублей, предположим, это может быть так же 50, это может быть 30, неважно абсолютно. Мы знаем, что минимальная сумма вложения в систему это 10 долларов, грубо говоря, 300 рублей. Факт? Факт. Мы эти 100 тысяч рублей делим, делим на 300 рублей. Получается около 300 человек, мы можем зарегистрировать в систему, правильно? Теперь о чем идет речь? Это буквально двух словах. 50 человек пришло, по вероятности подходит десятник, который уже обучился на звонках, умеет вести презентацию, и уже в теплом контакте, после автомойки, когда машина моется, задействован и говорит, друзья мои, здравствуйте, Иван Петрович, вы знаете, вот такая ситуация, сейчас мы сотрудничаем с этой компанией, опять же, да, буквально месяц, два, три, и мы также предлагаем вам, и даем возможность участвовать в глобальной качестве взаимопомощи. Не мы нам ничего, давайте сменим 3 буквы M на что-то другое, и в таком же количестве выплатителей пойдем. Любой человек начнет вступать, неважно абсолютно, потому что во всем есть успех. Итак, вот тут такая речь. Начну говорить, вот давайте вступим. Компания за вас вкладывает систему 10 долларов. Ваши денежные средства идут куда? Во благо, на рекламу, а также на рубли. Сумму в 100 тысяч рублей один раз выделяет бизнесмен. Больше ничего не нужно абсолютно. Это может быть что-то меньше, это может быть 100 рублей, 200, 300. Не важно, он убирает, сколько-то завтра он будет зарабатывать больше. В чем вся фишка, вы увидите дальше. Итак, человек соответственно, за него вкладывает 10-10 долларов, точнее без осна, он через месяц сколько получает? 13 верно? 30 процентов больше. Человек, который сегодня получил денежные средства, завтра, что подумать? Автоматизированная система. Я сюда уже третий раз приезжаю, за месяц помнить автомобиль, опять 10 стоит, дальше объясняет, рассказы показывает. Также у нас есть двухуровневая маркетинг, там целая программа. Я в общем рассказываю про партнерство. Еще я попадаю в пластиковую карту специальной, своими партнерами. Он понимает, что разница между ММ-11 и ММ-12 как минимум в том, что здесь уже защищено. Здесь стабильно в день минимум с одной компанией 30 человек будет регистрироваться. Да даже 20 если возьмем. Друзья, это уже весит 600 человек только с одной компанией. А моя цель это около 100 компаний сейчас уже подвести, в течение 3-4 месяцев. Считаете примерно сколько? До 30 до 90 тысяч человек ежемесячно в минимум. А почему в минимум? Но когда даже мы возьмем одну компанию, нет больше никого. Все, мы сами создали компанию, 750 человек вступило, они получили денежные средства. Что будет дальше? Кто может ответить? Конечно, помимо того, что они вложат, они еще приведут довод. Таким образом все это растет. Что получает бизнесмен? Двух слова. И заканчиваем это. Вот предположим, человек получил 390 рублей и вкладывает минимум 10 тысяч рублей. Хотя средний чек системно знает сколько. Это тысяча долларов. Я говорю 10 тысяч. Полторы тысячи рублей это реферальные бонусы руководителя. Из полутора тысяч 500 рублей, то есть 5% постоянно, уходит бизнесмен. Это минимально потом, на втором месте уже ежемесячно минимум 100%. Таким образом, руководитель, желательно тысячник, подкрепляется под эту систему, скажем, мойку, кафешку, все что угодно. И начинает расти полностью оборот бизнесмену. Таким образом, он получает еще новые постоянные помещения, так как открывается новый там кафе и еще что-то. То есть целая сеть. А у нас возможность быстрее в огромном количестве набирать участников. Сейчас только требуется постоянные десятники руководителя, которые будут обучаться и все. На этом спасибо. Я хотел просто показать примеры бизнес-планов, бизнес-партнерство, которое действительно работает, уже 14 раз спускается и будет иметь огромный успех при минимальном саду. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр тоже анонсировал создание партии МММ в России и следует за Украиной. И сейчас я хотел пригласить на эту сцену руководителя партии МММ, создаваемой нами всеми по Москве. всем вам хорошо известного Андрея Кима. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие дамы, господа, товарищи. Ну, во-первых, хочу выразить благодарность Александру Колбасову, что он пригласил меня на эту конференцию, что он поддержал меня на учреждительном собрании, которое прошло недавно в Москве. Значит, основная суть какая? Самое главное сейчас создать эту партию и зарегистрировать ее официально по законодательству. Для того, чтобы создать политическую партию в России необходимо 500 участников и создать региональные партийные ячейки в более чем половине субъектов Российской Федерации. То есть более чем 42. Сейчас проводится работа назначенных координаторами, которые должны провести организование и собрания. Более 60. Устав, программа, задачи. Это все согласовывается с нашим литейным вдохновителем Сергеем Павловичем. Поэтому вся эта работа идет. Так как сейчас мы зажаты рекламных ресурсов, поэтому политическая партия и ее работа будет одним из главных инструментов для развития системы. В принципе, вот в прошлом году мы познакомились с Сашей Голбасовым в самом начале. Он литер всех этих мероприятий был и практически он был большой вообще опыт в политике. Он сам был в «Родовой России» господина Ампилова, проводил несколько предвыборных компаний. В принципе, мы в прошлом году этим как раз и занимались, политическая работа. То есть мы проводили те же самые митинги, пикеты, акции. И это для системы как раз приносит самые лучшие результаты. Ну и в принципе, мы можем дальше, так же и рекламные компания. Конечно, мне сейчас нравится, вот как развивается, прямо в 2012, тут появились новые, продвинутые руководители, какие-то, допустим, как Эльшан Гусейна. Потому что вот его сейчас очень динамично и лечение развивается, благодаря его, ну, вот я его помню как в десятниках, в 2011. То есть, и вот за это время, в большой промежутке времени он возбуждал просто, да, сейчас он мощный руководитель. Знаю хорошо Сергея Климова, мы вместе тоже с ним проводили конференции в Петербурге. И здесь очень много знакомых, хороших мне людей, лиц. Опять, значит, по парте сейчас очень важно нам создать ее. Значит, руководит этим всем официально для обращения Сергея Климова. И, значит, депутат, бывший действующий депутат Алексей Вуратов и Таран, а также Евгений Тёмкин. Евгений Тёмкин, значит, по Украине. А, еще вот хотел сказать. Значит, в мире нет аналогов такого, что политическая партия с одним и таким названием будет по многим странам. Это огромная сила, если это будет. В принципе, вот политической работой это занимались, но не было этого официально. Это сейчас можно добиться. Знаю, как создавалось, как работала партия в Украине. Мы имеем определенный опыт и какие-то ошибки, которые они допустили. Мы будем в депутатах строить одно из них. Это некая разрозненность. Мы хотим выступить в Кимонке, Алексей, Муратов, Таран, во главе Александра Колпасова. Я буду поддерживать, буду возрождать свою гвардю в системе и буду активно участвовать в политической работе. И всем участникам, всем руководителям желаем успехов и процеду. Спасибо. Спасибо, Андрей. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда построим нашу работу таким образом. Сейчас перейдем к блоку вопросов и ответов. То есть вы зададите вопросы. Значит, все вопросы мы будем фиксировать. То есть я думаю, что помимо основных вопросов по 11-й системе, то есть будут вопросы по работе и развитию системы ММО-2012. То есть все эти вопросы будут зафиксированы. И либо в видеобращения, либо от своих руководителей уже поступит непосредственно ответ. И во втором, то есть и в заключительной части мы поговорим с вами о развитии системы за рубежом. То есть в таком, скажем так, под такими проектами, как и ММО развивается в Индии, в ЮАРМ. Я думаю, вы все в курсе, недавно запустилась. И отдельно мы запустили проект, одобренный Царевым Ильичем Мавроге. Компании в Беридур зарегистрировали в Сербской Республике. То есть по всех этих направлениях мы поговорим. Во второй части, да, то есть вы сможете... Мы сделаем небольшой 15-минутный перерыв. И те, кого уже интересуют эти направления, да, те, кого интересуют дополнительные заработки, вы сможете расстаться и послушать. Вот, а сейчас мы переходим к рубрике «Вопросы и ответы». То есть вы можете задать вопросы, и я с моими соратниками постараемся максимально развернуто на них ответить.